Отдыхающие не поделили место под солнцем. После пьяной драки один попал в больницу с ножевыми ранениями, второго задержали. Девять в краж раскрыли по горячим следам, воры промышляли на горячем пляже. Воровали у беспечных отдыхающих ценные вещи, украшения, деньги и документы, чего на пляж с собой брать категорически нельзя. На дорогах тоже жарко. 59 водителей превысили скорость, 15 сели за руль нетрезвыми, 91 нарушение от водителей мототранспорта, 5 мопедистов управляли транспортом пьяными. На потребительском рынке зафиксировали 32 нарушения. Из нелегальной продажи за неделю изъяли более 7 тысяч литров алкоголя. Продолжают профилактическую работу специалисты миграционной службы. За неделю провели 12 проверок, 8 результативны. Составлены десятки протоколов, 32 гастарбайтеров выдворили из страны. Первый вице-мэр Светлана Ировая запланировала на неделю два совещания. На одном специалисты управления архитектуры, налоговой инспекции и юристы отработают четкое решение, как поступать с нарушителями правил состройки. О готовности школ к новому учебному году доложила заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. Федеральные и краевые средства более 8 миллионов рублей направили на замену оконных блоков в пяти школах. Номер 5, 7, 14, 19 и 20. В школах номер 4, 5 и 7 отремонтировали спортивные залы. Заменили полы, отремонтировали кровлю, санузлы, подготовили системы отопления, водоснабжения и канализации. Заменили электропроводку, отремонтировали системы вентиляции, установили автоматические пожарные системы. В течение первой учебной недели во всех школах проведут термометрию учеников младших классов. 2 и 3 сентября пройдут тренировочные занятия по эвакуации. Безопасности слишком много не бывает. Поручение подведомственным службам на неделю дал заместитель мэра Анапы Юрий Поляков проверить санитарное состояние торговых объектов, пресечь незаконную торговлю алкоголем и проконтролировать. В радиусе 100 метров от школ в продаже не должно быть спиртных, алкогольных напитков и сигарет. Еще один вопрос на контроле – склад для изъятого алкоголя. Необходимо помещение для хранения арестованной продукции. На 31 августа запланировано проведение Всероссийского субботника. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов распорядился отнестись к мероприятию серьезно, особенно в районе лесополосы. Для безопасности школьников последнюю неделю лета перед первым сентября на всех дорогах, ведущих в школу, обновят зебры, подготовят школьные автобусы. Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил руководителей предприятий за четкое реагирование и эффективную работу во время аварийного отключения света и воды в городе. Справились быстро. Понравилось работать качественно и на совесть начальникам управления и специалистам, ведь кроме законов, писанных на бумаге, есть законы общечеловеческие. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.